Всем привет, это Евгений Брян. Мы в Санкт-Петербурге и прямо сейчас мы направляемся в Дом Книги, больше всем известный, как Дом Зингер. Поехали! С братишками Огромные волосы, ребят. Самое главное, знаешь, что? Колье. Да-да-да, тот самый Зингер. Дом Книги, красивейшее и популярнейшее здание Невского проспекта с богатейшей историей, которую я сейчас не буду рассказывать, все это вы можете прочесть в Википедии, но разве что кратко за период последних 100 лет расскажет наш замечательный экскурсовод Наталья. Собственно, ролик и родился благодаря экскурсии, на которую я попал в составе команды Кортес. Поэтому я не претендую на полный обзор, но я постараюсь кратко и динамично показать вам, как все устроено внутри. Там, где ковалось и до сих пор продолжает коваться история ВКонтакте. А показать там есть что. Одних только переговорок там, наверное, больше, чем работает в людей. Короче, без лишних слов, в быстром темпе и, естественно, под хорошую музыку начинаем. Приятного просмотра! Компания «Зенбер» была вынуждена покинуть страну, соответственно, все это здание перешло государству. В том числе какие-то помещения оставались живыми, то есть уже в современном здании «Зенбер». Соответственно, здание было не ценализировано. Потом это был исключительно торговый дом. Вообще Россия для «Зенбер» была достаточно ключевой моментом в развитии своего предприятия, вообще в целом проникновения. Потому что раньше, если мы сейчас с нашим современным временем сравниваем, все хотели попасть в Россию. Все хотели, потому что возможности и, ну, скажем, масштабы империи, они были колоссальны. В 2010 году сюда заезжает компания ВКонтакте, да, уже со своим основателем Павлом Зуровым. В возрасте 21 года вместе со своими сокурсниками начали строить, скажем, некий проект. Первично они хотели объединить сокурсников, да, то есть они хотели сперва сделать локальное пространство для общения друг с другом, в, так скажем, не в контакте физическом. Днем основания ВКонтакте, вот именно когда в «Сему миру» была презентована социальная сеть, является 10 октября 2006 года. Так что у кого в этот день праздник или какая-нибудь памятная дата, можете запомнить 10 октября. Продолжение следует... Продолжение следует... Просто ура, на которой у нас есть Настя. Всё, не удастся у меня. Святая святых. Была прекращена временная деятельность Дома Книги, кто помнит, да, как раз весенние декорды. И, вроде бы, как всё решилось, окей. Появились новые ребята, которые продолжают эту историю. Потому что Дом Зингер – это не только Дом Зингер, он ещё у большинства петербургцев как раз и ассоциируется. Дата крепко ассоциируется с Домом Книги. Поэтому исторически мы все знаем, что он здесь был, есть и так же будет. Сейчас там проводятся реконструкционные работы. Я думаю, что в конце следующего, этого года, в начале будущего, всё должно закончиться. Контакты. Идём наверх. Конец гербер. Теперь мы можем контактировать. Давайте, давайте, пока. Давайте, давайте. Только ли стена автобуса. Если здесь посмотреться много, можно увидеть, скажем, каракуль-маракуль от знаменитых персонажей. Поэтому втыкайте, фотографируйтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идём ещё выше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В полу можно садиться. В уголочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один-дастер. Повторно. Эх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классика. Золотая классика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь проходят пробы начинающих стендаперов. Если все удается, их выпускают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Индивидуальная переговорность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, непроницаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз на раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, господа, наше время стекло Нам придется прощаться и уходить Пока Приняем голову аккуратно В ней ничего нету, все нормально Заходим Швейцарат Ну что, дорогу богатому? Все как у нас Все как у нас Все как мы привыкли Да, все как мы привыкли А, там надо на третий, чтобы ты знал. Самое главное, знаешь, что? Кольё. Самое главное, что он есть, и то, что он не на стене.